Можно вспомнить про классический тест с зефирками. Детям предлагают либо одну зефирку сейчас, либо две в будущем. В интернете есть очень милые видео с детьми, которые нюхают их, разговаривают с ними, кто-то отворачивается. Из-за этого возникли различные теории о том, насколько успешными становятся эти дети в будущем. Но суть в том, что тут мы имеем дело с дофаминовым предвосхищением. Ключевой момент — это ошибка в предсказании вознаграждения. Допустим, вы чем-то увлечены и что-то предвосхищаете. Внутренне вы генерируете определенную вероятность, что это произойдет. Например, вы говорите детям, «Сейчас мы пойдем в киоск мороженое», а потом приходите, и он закрыт. Разочарование, которое они испытывают, опускает их гораздо ниже, делает их гораздо печальнее, чем в случае, если бы вы ничего не сказали им о мороженом. Это предвосхищающие сигналы. Дофамин идет вверх-вверх-вверх, сейчас будет мороженое, но нет, его не будет. И мы проваливаемся ниже базового уровня. Лучше было не говорить, просто проехать мимо.